Добрый день! Вас приветствует команда Ведопульс, производитель номер один технологий для здоровья и общения. Мы начинаем очередной вебинар, посвященный канально-меридиональной системе, и разберем канал Перикарда. И мы начинаем сегодняшний вебинар. По устоявшейся традиции мы разберем канал Перикарда по следующим характеристикам. Вы узнаете проекционные зоны и функциональное применение данной энергетической системы, где мы рассмотрим точки силы канала Перикарда. И в завершение будет практическая методика прохождения данной системы. Канал Перикарда по-китайски называется Шоу Дзюэйн Синьбао Дзин. Шоу обозначает то, что эта система ручная. Дзюэйн относится к определенному уровню энергии инь. Синьбао обозначает Перикарда, дословно это оболочка сердца. И Дзин – это обозначение канально-меридиональной системы. Данная система расположена на руке и всего одна точка располагается в районе грудной клетки. Также имеется внутренний ход, соединяющий канал с языком и со всеми тремя обогревателями. Данная система относится к уровню Дзюэйн, т.е. к сниженному уровню инь. Инских уровней три – Тайин, Дзюэйн и Шауин. Дзюэйн является средним. И на этом уровне канал Перикарда связан с каналом печени. Эти два меридиана формируют функциональную ось по защите наших внутренних энергий и по регуляции их между Тайин и Шауин. По энергиям пяти элементов канал Перикарда вместе с каналом тройного обогревателя относятся к элементу огня. Очень часто вы можете увидеть пентаграмму, над которой нарисован еще один кружочек. Потому что считается, что канал Перикарда и тройного обогревателя находятся как бы вне системы УСИН. Это такие две системы, которые управляют всем кругом и всеми меридианами. С позиции биоритмологии главные точки, которые включаются ежедневно, они находятся именно на каналах Перикарда и тройного обогревателя. Это определенные управляющие системы. И еще вы можете встретить такой термин, что канал Перикарда относится не просто к огню, а к огню-министру. То есть тому огню, который управляет всей циркуляцией УСИН, управляет всеми пятью элементами. И с этой точки зрения данная энергетическая система относится и к огню, и как бы находится вне элемента огня. Но по функциям все совпадает с элементом огня. Время максимальной активности с 19 до 21 часа вместе с каналом тройного обогревателя относится к категории КАПХА. Итак, какие функции выполняет данная управляющая энергетическая система? Первая и самая главная является функция Перикарда по защите сердца. То есть Перикард – это защита нашей жизни. И в традиционной китайской медицине, помните, я вам рассказывал, то есть сердце является императором, находящимся в середине. И, так скажем, система, которая является своеобразным защитником, телохранителем сердца – это вот именно Перикард. А потом сердце окружено внешней охраной. Это уже канал легких. Ну и это вытекает из анатомического строения. То есть сердце покрыто оболочкой определенной, и с боков находятся легкие. Но как внутри, так наружу, так и во всей Вселенной присутствуют определенные принципы строения и вообще существования мироздания. И описывая канально-меридианальную систему, можно понимать, как устроена Вселенная. И, зная соотношение небесных тел, можно понимать, как это все применять для канально-меридианальной системы. Но это такой следующий глубокий уровень постижения этого. Сам Перикард, он не ограничивается физически вот этой оболочкой сердечной. Перикард является в целом защитником жизни. И, так скажем, как с китайских позиций, так и с любых других духовных позиций, лучшей защитой от любого фактора является любовь и желание жить. Это определенная открытость всему. И мы с вами, вот, ну, многие из участников текущего вебинара были в том числе на моем тренинге, где моя энергия, как я восполняю ЦИ. И мы говорили о том, как набрать энергию. И я всегда подчеркивал, что лучше быть открытым и взаимодействовать. Потому что энергия должна течь, она должна охватывать все сферы нашей жизни. И когда энергия охватывает все сферы нашей жизни, мы, ну, как бы становимся такой сияющей радугой, где каждый спектр – это определенная сторона нашей жизни. И мы становимся светом, мы становимся прозрачными. И, так скажем, все негативные моменты, стрелы, так скажем, негативности, они не могут поразить радугу. И если человек, наоборот, закрывается, желает жить только в своем каком-то закрытом мирке, то он начинает строить определенную защиту. И эту защиту всегда можно сломать, пробить и прочее. А если вы находитесь в состоянии любви и радости, то это сделать, ну, невозможно. И перикард, он выполняет роль посланника, приносящего радость и счастье. На физическом уровне он влияет вместе с каналом легких на нашу речь, на пищеварительную, репродуктивную, дыхательную, сердечно-сосудистую, нервную, эндокринную и иммунную системы. То есть, ну, пожалуй, нет такой системы, на которую бы не влиял перикард. И в основном точки перикарда намного сильнее влияют на кровообращение, чем точки самого канала сердца. И перикард, он регулирует наше артериальное давление, кровообращение по сосудам, в основном с акцентом на артериальную сеть и обеспечивает равномерное циркулирование энергии ЦИ в таком защищенном формате, потому что перикард – это всегда защитник. И он охватывает все стороны нашей жизни. Перикард открывается в язык. И вы видели еще, увидите на слайдах, вот этот внутренний ход, который поднимается вверх в сторону языка. Зеркалом канала является цвет лица. Цвет лица, ну, многие слышали такой термин – телесный цвет. То есть это цвет, который одновременно и не сильно яркий. То есть яркий красный румянец – это как бы уже огонь. А вот яркий, лучистый цвет кожи, но не без, так скажем, выраженного красного цвета, это нормальный цвет, указывающий хорошее состояние. Лицо не должно быть ни темным, ни светлым, ни бледным. И этот оттенок должен быть равномерно лучистым по всей области лица. И сильней за это отвечают верхние части лица, то есть область лба и межбровья. Вкус характерный для канала Перикарда и, в принципе, для элемента огня – это горький. Эмоции – это радость, веселье. Психические проявления – это любовь, открытость и половое влечение. В Китае есть такая пословица, что любовь рождается в Перикарде, живет на уровне нижнего обогревателя, а умирает в области верхнего обогревателя, то есть в нашей голове. И это можно относить не только к любви между мужчиной и женщиной, это можно относить к любому действию. Когда мы делаем все с любовью, то это распространяется на все три уровня. Первый уровень – это эмоциональный, это сам Перикард, можно сказать, средний обогреватель. Нижний обогреватель – это наша физическая составляющая, а верхний обогреватель очень часто портит все дело. То есть когда мы это осознаем и разбираем по полочкам, то очень часто от этого теряется радость жизни. Так используйте свой верхний обогреватель, свой ум-разум в тех целях, чтобы добавлять радости в жизни, а не терять ее. Вот такой интересный канал. И сейчас мы разберем основные точки канала Перикарда. Так как их немного, всего 9 точек, то мы разберем 8 из 9. Ну и про заключительную мы ее не будем оставлять в одиночестве. Я вам тоже ее покажу и расскажу момент, как ее можно использовать. Канал он 9 по большому кругу циркуляции энергии относится к категории И. Основные и главные точки. Девятая точка относится к категории Дерева. Для системы это тонизирующая точка. Восьмая точка это элемент в элементе. Седьмая связана с прародительской энергией Юань. Это седативная точка. Шестая точка является точкой ЛО, которая связана с опряженным меридианом тройного обогревателя. Пятая точка это элемент металла. Четвертая точка это противоболевая точка щель, которая устраняет блокаду во всей этой энергетической системе. Третья биологическая активная точка относится к элементу вода. И первая точка канала Перикарда, она является моточкой. Но в разных источниках по каналу Перикарда есть определенные разночтения. Есть вариант моточки, это первая точка канала Перикарда, и другой вариант, это семнадцатая точка по переднесрединному меридиану. На самом деле они обе выполняют эту функцию. И как разделить их зоны ответственности и влияния, я вам сегодня расскажу, когда буду озвучивать первую точку канала Перикарда. И шуточкой является четырнадцатая точка по каналу мочевого пузыря. И сейчас мы по очереди разберем все биологические активные точки и начнем от кончиков пальцев с девятой точки. Пойдем по категории точек шум и будем их перемежать оставшимися главными точками на этой энергетической системе. Итак, девятая биологически активная точка, она находится на среднем пальчике, называется Джун-Чун, срединный поток. И опять же, вот как-то так, каналу Перикарда повезло, по нему есть разночтение. Вообще исторически считается, что изначально было десять каналов, и все они напрямую завязаны были с теорией Усин. То есть пять элементов Усин в инской и янской составляющей дало десять меридианов. Потом китайцы добавили исторически еще два меридиана. Это меридиан тройного обогревателя и меридиан Перикарда. Даже можно встретить исторические описания, в каких годах и какой автор добавил эти описания. Но в то же время, если посмотреть самую древнюю книгу по китайской медицине, то там упоминается 12 энергетических систем, то есть есть определенные, так скажем, идеологические нестыковки. И в каждой энергетической системе был канал. То есть с одной точки зрения он вроде бы присутствовал раньше, в другой, что был добавлен. То есть у разных специалистов в области традиционной китайской медицины отношение к данной системе, ну, как бы такое двоякое. Но точки все очень мощные и очень часто используются в нашей работе. Первая точка, она относится к концевым. И обычно мы привыкли видеть концевую точку у корня ногтя. И многие школы так и дают, что девятая точка находится вот в том месте, где сейчас я показываю курсором. То есть на стороне, ближе к указательному пальчику. Но большинство школ говорит, что точка находится на подушечке большого пальца. Если вы пальчик направите вверх, то самая верхняя точка это и будет девятая точка канала перикарда. Как вам поступать на практическом уровне? Если вы работаете с нашим замечательным ведолазером, то можете взять и ту, и другую точку. И если ведолазер будет работать на двух точках, поработайте их. Если только на одной, берите ту, которая работает на ведолазере. Так как мы усовершенствовали рефлексотерапию, и у нас появилось много других способов воздействия, то вам необходимо протестировать, как же реагирует точка. Это вы можете сделать собственным ногтем. Несколько раз надавите сами себе, либо у своего пациента на эти точки, и посмотрите, какая из них лучше реагирует. Если будет реакция с двух точек, ну, почему бы не использовать их обе? Ничего в этом плохого я не вижу. Эта точка охлаждает жар, приводит в сознание, помогает при сердцебиении и в качестве лечения бессонницы. Основная функция – это перикарды, как я уже говорил, защитник сердца. И сердце нуждается в защите только тогда, когда его энергия своя уменьшается. И по большому счету, ну, очень редко можно встретить синдром избытка перикарда. Там в 90-95% случаев это недостаток энергии перикарда. Он может быть связан как с недостатком крови, так может быть связан с застойными явлениями, но в любом случае, если есть болезнь, это показатель того, что патогенное начало ШАЦИ преодолело защитные барьеры. А одним из защитных барьеров является сам перикард. И с этой точки зрения любая болезнь – это по большому счету недостаток энергии перикарда. И все точки необходимо тонизировать. Следующая биологически активная точка – восьмая. Она уже находится на ладони. Опять же, разные авторы спорят, с какой стороны косточки находится данная точка. Сульнарной, либо с другой стороны. То есть на стороне большого пальца, либо на стороне ближе к мизинчику. Но это такие больше теоретические споры, потому что чисто практически это все объясняется очень легко и находится легко. Вы чуть-чуть подсогните свою ладонь, и вы увидите, появляется такая поперечная бороздочка. И вот на эту поперечную бороздочку вы ставите свои пальчики. И между указательным и безымянным пальцем и будет находиться именно ваша точка лаугун. Она так называется. Переводится как дворец труда. И очень полезно массировать периодически. Для этого вы точку как бы зажимаете с двух сторон. Надавливаете одновременно и с тыльной и с ладонной поверхности кисти. Вот. Эта точка она относится к пяти вратам. то есть это та точка через которую очень мощно мы получаем внешнюю энергию. Это такая точка внешней подключки. И периодически ее можно прорабатывать. Помните когда мы говорили о канале почек и там была точка Юнь Цуань мы говорили ее значимости. Это тоже одни из врат. Вот точка перикарда данная восьмая она является еще одними вратами. То есть периодически вы можете массировать хоть каждый день эту точку. Если она болезненная и как-то проявляется то вы можете ее использовать. И вот по предыдущей точке поступил вопрос как точка девятая должна откликнуться на надавливание. Что должно происходить? Это универсальный принцип работы с любой биологически активной точкой. Если мы на нее надавливаем и она болезненная значит движение энергии в ней неравномерное и ее можно прорабатывать. для вас главное понять разницу между болью и чувствительностью. То есть понятно что на концевые точки вы надавливаете ногтем. Вот сами у себя попробуйте продавить все концевые точки и вы поймете эту разницу ощущения. Некоторые будут болезненные там хочется подпрыгнуть а другие ну да чувствительные но не больно. Ну то есть это как бы ощущение из области боли но это другая боль. Не все люди могут это объяснить. У всех разный порог болевой чувствительности. Но здесь вы можете увидеть один очень интересный феномен который ну как бы подтверждает вашу догадку болезненная эта точка или не болезненная. Для этого вам надо просто посмотреть в глаза пациенту. То есть сначала мы смотрим потом надавливаем на точку и смотрите что происходит с его зрачками. Если зрачок суживается то у человека боль. Если зрачок расширяется то это говорит наоборот о том что боли нету либо остается в том же состоянии. Когда вы оказываете обезболивающий эффект и делаете рецепты для обезболивания прежде чем его делать обратите внимание на зрачки пациента на их величину. Если у человека именно физическая боль то зрачки будут суженные. иногда человек говорит у меня болит и все но зрачки у него широкие это говорит о том что задействован центральный механизм боли и такую боль вам будет сложно снять без психосоматических точек а такие психосоматические точки они будут на канале перикарда и очень легко такую боль можно снимать с ушной раковины и в ближайшем будущем появится также модуль работы по точкам на ушной раковине вот еще любовь пишет у меня эта точка иногда сама включается очень сильная боль 3-5 секунд любовь я не помню у вас есть биоритмы или нет биоритмов вы можете найти эту точку в биоритмах и прорабатывать ее во время ее максимальной активности также вы можете ее прорабатывать по времени активности самого меридиана перикарда но в то время когда она у вас болит можете поработать на другой стороне скорее всего у вас боль только с одной стороны возникает итак возвращаемся к восьмой точке лаугун это спец точка при депрессиях она охлаждает жар и кровь она относится к 13 точкам призраков суньцемяу что такое точки призраки ну сами они понятное дело никакими призраками не являются но состоянием когда на человека действуют призраки китайцы называют это вот какие-то необоснованные рациональные страхи вообще наличие страхов у человека то состояние когда человеку что-то кажется что-то слышится ну и он что-то домысливает но это не то состояние когда пора вызывать психиатрическую бригаду а есть ну так скажем мнительные люди либо люди которые по характеру любят придумывать домысливать что-то и накручивать себя до того состояния что думаешь ну как они вот это все придумали из-за такой мелочи вот во всех этих случаях можно прорабатывать точку лао гун следующая биологически активная точка седьмая называется долин большой холм она находится в середине лучезапясной складки и здесь опять же есть разные варианты ее нахождения вот посмотрите себе на самую глубокую лучезапясную складку руку маленечко согните в лучезапясном суставе чтобы она лучше проявилась и вы обратите внимание что вот есть складка над ней образуется как бы такой треугольничек он бывает не у всех но у большинства людей он может быть и вот одни специалисты говорят что данная точка находится на середине запястья а другие указывают что точка находится именно на вершине этого треугольничка также можете проверить это либо нашим ведолазером либо нажатием то есть также нажимаем ногтем потому что эта точка находится глубоко ну и соответственно если у женщины там накладные ногти либо достаточно длинные то такими ногтями не надо давить вы можете травмировать кожу точка долин это спец точка при заболеваниях сердца также нормализует месячные у женщин и это одна из самых сильных психосоматических точек она может применяться в том числе с целью обезболивания в тех ситуациях что я вам рассказывал когда человек описывает больно вы смотрите на зрачок и видите что зрачок расширен в этих случаях эта точка поможет вам следующая точка шестая все оставшиеся точки они будут находиться на ладонной поверхности предплечья на внутренней стороне посередине то есть между костями предплечья и шестая биологически активная точка находится на два цуня над самой глубокой лучезапястной складкой очень часто у людей у которых есть проблемы с сердцем или с кровообращением в этом месте есть такое втяжение это втяжение может быть либо на шестой точке либо на следующей седьмой вот посмотрите если вы у себя находите такое втяжение по средней линии либо увидите у ваших пациентов это говорит об нарушении кровообращения это нарушение кровообращения может быть связано напрямую с работой сердца может быть связано с работой сосудов но в любом случае пока есть такое втяжение с этим местом необходимо работать можно работать любым методом рефлексотерапии в том числе и массажом то есть вот это втяжение легонечко разминать и смещать его по отношению к другим тканям и все это будет улучшать кровообращение во всем теле и снимать внутренние блокады вот точка шестая называется нейгуань внутренняя застава то есть термином гуань застава называется те места где происходит блокировка энергии ци а первое слово в названии точка ней внутреннее то есть это внутренняя блокировка движения ци и эта блокировка возникает из-за неадекватного эмоционального состояния какие-то люди могут избыточно проявлять чувства какие-то люди могут сдерживать свои чувства может быть вариант дисбаланса эмоциональных проявлений по системе усин все вот эти моменты могут быть отражены на нашем теле и проявляться в виде втяжения точки нейгуань это точка ло и это также точка ключ одного из чудесных меридианов точка мц 6 она относится к четырем одних из самых сильных и самых великих самых почитаемых биологически активных точек у человека обычно вот в эту эту четверку называют следующий это хэгу это дзусанли нейгуань и цюичи некоторые авторы по трем сходятся то есть по хэгу это четвертая точка канала толстой кишки дзусанли 36 точка канала желудка нейгуань вот шестая перикарда цюичи это 11 точка канала толстой кишки но некоторые иногда цюичи меняют на другую точку но одним из наиболее частых вариантов это заменяется на санэнзяо шестая точка канала селезенки либо на тайси это третья точка канала почек то есть тут бывают варианты но в любом случае на игуань относится к четырем великим как точка она двигает ци и кровь помогает движению энергии печени гармонизирует желудок оживляет кровь регулирует месячные и является одной из самых сильных психосоматических точек то есть может быть она чуть-чуть уступает по быстроте эффекта предыдущей точке седьмой но так скажем по длительности и по частоте использования она превосходит долин следующая биологически активная точка пятая она также располагается на средней линии но уже находится на три цуня над лучезапясной складкой то есть расстояние между шестой и пятой точечками очень небольшое всего один цунь и в этом месте происходит соединение трех ини рук то есть через эту точку одновременно можно воздействовать не только на канал перикарда но также на канал сердца и на канал легких такая достаточно универсальная точка она устраняет флегму в сердце то есть помогает при всех застойных явлениях в том числе при атеросклерозе подавляет восходящий ток ци энергия в нашем теле движется как вверх так и вниз когда проточки пишут что подавляет восходящий ток энергии ци то имеется ввиду не нормальное восхождение а обратное восхождение как это может проявиться у человека но одним из классических вариантов это повышенное артериальное давление с покраснению глаз с красным лицом с пульсированием в области висков следующий вариант это тошнота рвота и сжога это тоже обратный ток энергии ци и также наличие мокроты это также ненормальное восходящее движение энергии ци также пятая точка оживляет кровь это психосоматическая точка при заболеваниях возникающих от действия призраков ну о призраках мы уже сегодня с вами поговорили то есть эта точка применяется в этих же случаях следующая биологически активная точка четвертая она называется сымэнь дверь в расщелине и четвертая биологически активная точка она располагается на 5 цуней от лучезапясной складки можно отмерять кому больше нравится от локтевой складки но там будет уже 7 цуней то есть помним что расстояние между складками равняется 12 пропорциональных отрезков можно всегда найти эту точку точка щель это противоболевая и в данном случае эта функция выведена даже в название то есть си щель имеется ввиду щель расщелина вот связана с этой функцией противоболевой а дверь в расщелине то есть мы как бы открываем снимаем блокаду движения энергии это мощная противоболевая точка в основном направлена на снятие боли связана с областью сердца и с болью в верхней половине туловища применяется как психосоматическая точка и также возможно ее применение при носовом кровотечении это вот одни из самых частых вариантов использования данной биологически активной точки следующая точка третья цюйдзе озеро в районе локтя для ее нахождения мы сгибаем руку в локтевом суставе под 90 градусов и находим конец локтевой складочки вот на самом конце локтевой складочки и будет находиться третья биологически активная точка она соответствует элементу вода она охлаждает жар и кровь также подавляет восходящий ток энергии гасит внутренний ветер и одним из универсальных действий является то что это точка радости жизни то есть она может принимать применяться при любых депрессивных состояниях и если вам что-то стало не по себе вам не хватает радости в жизни то можете помассировать эту точку и в том числе она является диагностической вот давайте сейчас каждый из вас посмотрит на свой локтевой изгиб найдет данную точку и понадавливает на нее если вы чувствуете болезненность и какие-то неприятные ощущения то радости в жизни у вас явно не хватает и вам надо делать все чтобы эту радость от жизни получать в том числе вас будет стимулировать на получение радости проработка данной биологически активной точки следующие точки это точки шу и мо все шу точки находятся на канале мочевого пузыря по первой его линии находящей паравертебрально и точкой шу канала перикарда является 14 точка она располагается в промежутке между четвертым и пятым грудных позвонков то есть это приходится как раз на середину уровня лопатки то есть можно особо и не считать позвонки посмотреть где расположена лопатка у человека и от середины посмотреть паравертебральную область понажимать на нее данная точка применяется для лечения аритмии сердцебиения и для снятия боли в области сердца для снятия боли мы сначала работаем с правой стороны потом на левую сторону идем и при болевых синдромах надо очень аккуратно работать на биологически активных точках то есть резкая манипуляция недопустимо то есть это относится и к пальцевому воздействию тем более к воздействию иглой то есть мы должны аккуратненько входить усиливать воздействие на точку потом также плавно выходить с биологически активной точки точка мо это первая точка на канале перикарда она находится в четвертом межреберье на один цунь в сторону от соска и опять же вот с расположением соска есть определенные разночтения одни школы говорят что надо смотреть на сосок другие говорят что на него смотреть не надо граница это вообще в норме сосок ну считается по китайским канонам должен находиться на среднеключичной линии в четвертом межреберье вот и точка тогда будет находиться так как я сказал но вот сколько людей я не смотрел вне зависимости что мужчины что женщины ну вот честно ни одного человека реального не видел у кого бы сосок находился вот так как описано в книжке ну у женщин понятно форма молочной железы играет роль но даже и у мужчин он смещается в различные стороны с практической точки зрения китайцы делают достаточно просто где бы ну не находился сосок они ну вот это среднеключичная линия если вы помните по ней идет как раз канал желудка то есть они берут сосок за ориентир начинают от середины ключицы и от середины ключицы проводят линию к соску и вот по этой линии располагают все биологически активные точки вам поможет в нахождении точек опять же наш любимый ведолазер ну и также используйте свои собственные пальчики то есть надавливайте сначала поэкспериментируйте на себе пройдите эту линию и определитесь почувствуйте как проходит именно линия канала у вас то есть лучше пройтись по точкам канала желудка до соска на сосок давить не надо это запрещенная зона для воздействия вот потом когда вы определились как это идет то есть если у вас точки будут реагировать четко по среднеключичной линии значит первую точку вы будете находить в сторону от среднеключичной линии если у вас реагирует сильнее линия идущая к соску то значит будете отчитывать от соска и о разночтениях по точке мо вот точка мо 17 она располагается также на уровне четвертого межреберья но на середине грудины и так как все шу и мо точки они находятся с позицией неврологии в одном сегменте то по большому счету что первая точка что 17 точка они оказывают одинаковое рефлекторное влияние и выбрать можно опять же понажимав а во-вторых надо обращать внимание на пол человека у женщин эта точка она расположена в мышечной ткани то есть чтобы на нее воздействовать надо пройти всю молочную железу и вы без опыта можете это даже иглой и не сделать не всегда понятно сколько там ну так скажем жировой ткани находятся из практических соображений лучше использовать точку 17 если есть какие-то изменения в молочной железе и вы работаете посредством КВЧ терапии то в этом случае лучше использовать первую точку и если посмотрите вбок то вот опять же на уровне первой точки то есть на уровне четвертого межреберья на уже руке находится вот точечка она видна но не выделена красным это как раз вторая биологически активная точка по каналу перикарда и она очень часто используется как дополнительная к точкам МО канала перикарда она является усилителем данной точки сама первая точка она используется как местная при любых воспалительных либо болевых синдромах в области грудной клетки помогает опускать энергию ЦИ преобразует флегму и у женщин стимулирует лактацию то есть если необходимо повысить лактацию то эти точку прогревают плюс еще ну обычно прорабатывают 4 точки вокруг соска на расстоянии в один ЦУН то есть в том числе используют эту точку и вот так еще вокруг соска несколько точек вот что я хотел вам рассказать о биологически активных точках на этих каналах и сейчас напомню вам связи по правилам канал перикарда относится к элементу огня и связан с каналом тройного обогревателя эта связь происходит через ло и юань точки из точки МЦ6 энергия перекидывается в точку ТР4 из ТР5 в точку МЦ7 по аюрведической схеме перикард и тройной обогреватель относятся к категории капха и перикард активен с 19 до 21 часа ну и соответственно минимальная активность данной системы в утренние часы с 7 до 9 утра по методам пульсовой диагностики канал перикарда является элементом жена и связан с каналом почек связь происходит через точки Р4 и МЦ7 внутренний ход канала перикарда начинается от первой биологически активной точки идет внутрь к сердцу и среднему обогревателю потом делится на восходящую ветвь ведущую к языку и нисходящую ветвь идет которая идет вниз по средней линии туловища к нижнему обогревателю именно своих проекционных зон у перикарда нет перикард имеет общую рефлекторную зону с каналом сердца то есть это грудная мышца и внутренняя поверхность верхней конечности единственным нюансом когда перикард выступает ведущие роли это такой симптом как онемение и уменьшение подвижности именно среднего пальца и есть такое неприятное заболевание как контрактура дюпиэтрена то есть когда человек не может выпрямить пальчики у него сухожилие стягиваются и многим приходится делать операции чтобы человек мог выпрямлять пальчики и есть варианты контрактуры дюпиэтрена когда больше всего нарушена подвижность именно среднего пальца это говорит о перикарде очень редко бывает это состояние когда нарушено сгибание только одного пальчика обычно несколько и в зависимости от того какие пальцы участвуют значит та энергетическая система и поражена у человека и к местным процедурам физиотерапевтическим при контрактуре дюпиэтрена необходимо добавлять проработку биологически активных точек того канала которые выходят на заинтересованные пальцы с позиции лицевой диагностики опять же индивидуальной зоны на лице для перикарда с позиции китайской медицины не предусмотрено смотрят на все лицо и смотрят на равномерный цвет лица телесного цвета и на лист и наличие такого светящего ну как бы эффекта с кожи то есть его надо ну смотреть и определять что как бы вот человек кожа его светится или не светится но на вебинарах я это не могу описать в жизни это достаточно можно увидеть и понять то есть главное понять запомнить это достаточно легко обнаружить большинство людей к сожалению в современной жизни не светится так вы говорили что чаще вот поступил вопрос вы говорили что чаще всего канал перикарда находится в недостаточности что делать если канал перикарда и сердца при обследовании на видопульсе в красной зоне тонизировать либо успокаивать ну здесь опять же вам надо выбрать свою манеру так скажем работы с энергетической системой я всегда перекарт тонизирую вне зависимости от того что показывают диагностические методы почему я уже объяснил потому что если есть болезнь значит произошел пробой но сама система она включается в активную работу и в данный момент она борется с болезнью и она находится как бы в состоянии избытка вот не всегда метод тонизации он приводит к эффекту тонизации и метод седации когда мы технически но это наиболее показательно для работы с иглами не всегда метод седатирования работы с иглами приводит к успокаивающему эффекту надо понимать это приходит только с опытом что название технического метода и получаемый эффект иногда может быть кардинально противоположным для физиопунктуры ну здесь уже вот методы тонизации и седатации они очень под большим вопросом если мы говорим об иглах то я тонизирую перекарт все остальное вопрос ну так скажем дискутабельно еще вопрос задан если канал перекарда постоянно в желтой зоне около одного тонизировать ну вот смотрите если канал желтой зоне его тонизировать это то же самое что стягать загнанную лошадь надо в него добавлять энергию из той системы где много то есть создавать определенные энергетические мостики вот то есть здесь лучше ну как бы непосредственно конкретные примеры использовать если у вас вот такая ситуация Галина вы можете свою карточку прислать к нам на так скажем проект встречи без галстуков в этом месяце у нас будут мастер-классы как бы ну не предусмотрена эта встреча это будет уже в ноябре и я вам напишу рецепты для этих состояний и покажу как это делать также спрашивают эффективно ли прокатывание меридиана горячим роликом да это очень хороший эффективный метод особенно для канала перикарда и вот прокатывание горячими роликами это вот у китайцев не так давно появились такие штучки для работы посредством полынных сигар и можно их использовать то есть сигара поджигается ну такое приспособление они очень по-разному выглядят бывают в качестве роликов бывают еще там разные варианты я видел помещается и прокатывается канал то есть посмотрите вебинар который я рассказывал в качестве анонса для выхода модуля рефлексотерапии тогда мы планировали переименовать его я там говорил о джиньзю но в конце концов мы решили название оставить прежнее но более привычное для наших пользователей оставили рефлексотерапия для русскоязычной аудитории в англоязычном варианте называется акупунктура а внутренность то что сейчас вы все можете видеть и вот такое прокатывание меридиана оно равнозначно эффекту джиньзю вот что джиньзю делает я как раз в этом вебинаре вам и рассказывал так на этом я рассказал о проекционных зонах и переходим к работе практической по прохождению канала перикарда и как всегда сначала мы включаем малый небесный круг проходим заднесрединный меридиан активировав точку ключ заднесрединного меридиана это третья точка по каналу тонкой кишки и далее прохлопываем заднесрединную линию до области рта рта далее активируем точку п7 седьмую точку на канале легких точка ключ переднесрединного меридиана и прохлопываем его от лунной кости также вверх до области рта после того как мы активировали малый небесный круг мы начинаем прохлопывать канал перикарда от области груди то есть первый хлопок находится за соском ну так как рука у нас имеет достаточно большой объем то от этой области мы прохлопываем к складочке подмышечной и начинаем очень аккуратно прохлопывать на руке верхней части здесь как раз хлопки идут по внутренней боковой поверхности там можете присмотреться и потрогать себя аккуратно там проходят крупные кровеносные сосуды и на картинке маленечко к середине изображено но на самом деле он смещен вот по этому сосудисто нервному пучку идет и уже на предплечье выходит на среднюю линию прохлопываем аккуратненько в тех местах где есть втяжение особенно на нижней части можно остановиться пальчиком помассировать прохлопываем ладонь когда хлопаем ладонь вот именно можно так мощно интенсивно похлопать чтобы от этих хлопков вы почувствовали такое покалывание и ощущение такие вибрирующие в ладонях прохлопываем пальчик и его протягиваем то есть зажимаем другими пальчиками и средний палец вот так вот с разных сторон протягиваем и таким образом прорабатываем весь канал перикарда и в завершении еще время на текущий месяц когда и в какой день будут активными точки канала перикарда с 9 октября по 7 ноября будет ежедневно активно 8 точка лао гун то есть китайский месяц в котором активизируется данная энергетическая система начнется 9 октября пока еще идет с китайской точки зрения предыдущий месяц и будет 3 дня когда будут дежурными весь день определенные точки меридиана перикарда 13 октября активизируется третья точка 25 октября девятая точка шестого ноября восьмая точка то есть она будет одновременно работать и как месячная точка и как дневная точка в эти дни вы можете для профилактических целей прорабатывать данные точки также используйте их у своих пациентов для тех ситуаций которые описаны в показаниях данными биологически активным точкам на этом я рассказал вам все что сегодня хотел вопросы вы уже много задавали если у кого-то есть еще вопрос поставьте плюсик в чат и напишите у кого нет вопросов поставьте минус вот я буду узнать что есть ли у кого-то вопросы в настоящий момент или уже все завершились так ну пока я плюсиков не вижу все выражают благодарности я вас тоже благодарю что вы такие у меня замечательные активные участники сегодня задавали очень интересные вопросы благодарю вас за них и желаю вам успехов в изучении и практике традиционной китайской медицины и аюрведы с нашим любимым ведопульсом благодарю вас за внимание до свидания аюрведы аюрведы Продолжение следует...